Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Асина, и мы продолжаем читать песнь Саи. В очередной раз перед серией я настоятельно не рекомендую просмотр лицам моложе 18 лет и лицам с неустойчивой психикой. Говорю это я не просто так, потому что в последнее время меня страшно стало напрягать то, что данную визуальную новеллу на моем канале смотрят дети. И не просто дети, а девчонки там в возрасте 9-10 лет. Вы знаете, я в 11 лет тоже прочитала Венеру в мехах, но я даже контекста там не уловила, я не поняла даже, что такое садомазохизм на тот момент. Но, вы знаете, фильтруйте информацию, которая все-таки поступает к вам посредством интернета. Я могла бы быть вашей матерью, в прямом смысле этого слова, если коснуться тоже там моего возраста. И я прямо пальцем по столу постучу и скажу, ни в коем случае не смотрите это, потому что вам это просто не нужно. Что же, ну а тем, кто данный лимит все-таки проходит, я говорю welcome, говорю welcome. И желаю вам приятного прослушивания. Хотя я не знаю, что может быть приятного в этой визуальной новелле. В любом случае, мне она нравится. И опять же, вот этот вечный спор, который разворачивается в комментариях, чем же она все-таки хороша. Она отвратительна, но все же в ней что-то есть. И за всей имбецильностью главных героев, то, что будет разворачиваться чуть после, настраивает на лад рассуждений. И это несколько меня мотивирует. Мне здесь нравится один персонаж, даже не один, а несколько. Но вот самые-самые главные вызывают у меня, конечно же, скрип на зубах. Как будто бы песок там находится. Ладно, однако я очень долго рассуждаю. В этой серии я, скорее всего, что-то буду вырезать, потому что я не хочу... Не хочу подобного контента на моем канале. В принципе, все я это видела и сама, и... Я не буду говорить поочию. Нет, я не извращенец. Я нормальный, нормальный человек. Ладно, ребятки, приятного прослушивания. Я чувствую себя превосходно. Чувство удовлетворения, полученное от решения сложной задачи, схожи с чувством завершения сбора мозаики, когда последний кусок мягко входит в свое место. Я убил человека, и об этом никто никогда не узнает. Путь назад к цивилизации показался ужасно долгим. Но ни холод, ни усталость не могли испортить моего хорошего настроения, пока я пробирался вниз по заснеженным горным дорогам. Я собирался использовать машину Коджи, но тогда бы это могло помешать моему плану. Эта хижина – идеальное место, чтобы спрятать его труп и его машину. План родился у меня в уме, когда я увидел адрес и понял, как далеко находится это место. Даже если бы я не нашел ничего, что могло бы привести меня к профессору Оугаю, его отсутствие хотя бы доказало, что хижина заброшена. В таком случае она стала бы идеальным местом, чтобы позаботиться о проблемах. Я знал, что вся дорога к точеге не будет напрасной. Мне даже не нужно было использовать нож, который я спрятал в одежде. Сухой колодец выглядел посланцем судьбы. Этот идиот даже не подозревал, как опасно может быть наклоняться над колодцем, а его телефонный звонок отвлек его достаточно, чтобы я мог подобраться к нему незамеченным. В любом случае один из людей, чьи вопросы могли принести проблем мне и Саи, окончательно исчез с лица земли. Теперь осталось лишь избавиться от последнего. Сука бы Йо? Мне не стоит недооценивать её, пусть она и не такая агрессивная, как Коджи. Даже она сможет увидеть связь между пропажей тонок Коджи и... Та... Та... Та как... Та... Да что ж такое? Та кахатой Оуми. К слову, хорошо, что возле колодца он разговаривал именно с Йо. И если бы он раскрыл наше местонахождение третьим лицам, мне бы пришлось разыскивать и устранять их. Меня несколько волновало то, о чём они говорили. Хотя, судя по крикам Коджи, они вряд ли обменивались детальной информацией. Ха! Что ж, в любом случае, мне лучше как можно скорее избавиться от её. Пройдя всю ночь, я наконец достиг жилого района Насу и нашёл станцию в тот момент, когда поезда уже были готовы к отправке. Дорога до Токио заняла всего час. Этого было недостаточно, чтобы как следует отдохнуть, но я чувствовал себя слишком взведённым для этого. К тому же, я не хотел тратить время, обдумывая, как убить её. Снова использовать хижину слишком опасно, да и я и не уверен, как заманить её туда. В тот день я потерял равновесие, и я взорвался у неё на глазах, сомневаясь, что она поверит мне так легко, как поверил Коджи, что означает, что её будет сложнее достать одну. Вместо того, чтобы самому мучиться с вопросом, я могу спросить совета у Сая. Но даже у меня есть немного гордости. Я хочу показать ей, что я такой человек, который может позаботиться о делах. К сожалению, я не придумал ничего хорошего до возвращения домой. Хотя я должен быть горд, что смог позаботиться о Коджи, который бы представил неизбежную опасность. Поиск хижины профессора Угая был ошибкой и не дал никакой информации, но я не видел причин огорчаться. Сая не сильно беспокоилась о его местонахождении, так что я искал его, чтобы удовлетворить собственное любопытство. Я дома. Уже утро. Обычно я возвращался на полдня раньше. Звук шагов Сая, бегущий вниз по лестнице, говорил мне, как нетерпеливо она ждала моего возвращения. Внутри мне стало тепло и щекотливо. С возвращением, Фуминори! Она с энтузиазмом обхватила мою шею руками, а ее улыбка светилась, по крайней мере, на 20% ярче, чем обычно. Прости, я опоздал. Была небольшая смена планов. Все в порядке. Я тоже почти закончила свои приготовления. На мое удивление, Сая отвечает из одной улыбкой. Я сделала для тебя сюрприз. Ммм, что за сюрприз? Это секрет. Ты устал? Хочешь поесть или сперва принять ванну? Я не осознавал, как я голоден, пока Сая не напомнила об этом. Понимая, что я шел всю ночь, ничего не съев, мой желудок начал болеть. Однако я не мог неторопливо поесть, пока на мне вся эта грязь и пот, оставшиеся после дороги. Я бы захватил что-нибудь перекусить и сперва залез в горячую ванну. Ммм, я знала, что ты так скажешь, и уже приготовила тебе ванну. Ты, наверное, замерз, пробыв всю ночь на улице. Ты права. Меня поразила предусмотрительность Сая. Она всегда была готова дать мне то, что я хочу, до того, как я это захочу. Ммм, похоже, у тебя был тяжелый день. Пока мы отмокали вместе в ванне, я рассказал Сае о вчерашнем приключении. Убить его было легче, чем я думал, и сложнее было добраться домой. Жар в ванной успокаивал, как и ощущение Саи, лежащей на моей груди, и массирующей уставшие после ночной прогулки ноги. Каждый раз, когда она гладила мои ноги, ее плечи поднимались, и я мог видеть мягкие очертания ее груди в воде. Ах, я дома. Думала я, пока удовлетворение наполняло мое тело. Мне даже не нужно было спать, чтобы избавиться от усталости. Так же, как гостиная и спальня, ванна была выкрашена в те цвета, которые Саи и я находили приятными. Мы оставили вход и коридор нетронутыми, на тот случай, если кто-то заглянет в дом. Так что в этих трех комнатах я мог чувствовать себя как дома. В горах было очень холодно даже для зимы. Мне стоило взять с собой одежду потеплее. Когда стемнело, я думал, что замерзнут до смерти. Почему ты не забрал одежду у этого Коджи и не одел пыль вирс своей? Ты не забывай, что я столкнул его в колодец, и у одежды осталось с ним на дне. О, ну да. Саи засмеялась, застенчиво высовывая язык. Значит, теперь осталась только эта женщина, Цукаба Йоа, о которой ты волнуешься? Она единственный человек, который может связать пропажу Коджи со мной. Когда я позабочусь о ней, мы сможем, наконец, расслабиться. Саи поглядела на меня из-за плеча, словно она знала что-то, чего не знал я. Ты уже придумал, как собираешься убить ее? Ну, я думал над этим, но пока еще ничего хорошего не пришло в голову. Я надеялся, что ты сможешь придумать что-нибудь хорошее. Предоставь это мне, сказала она, усмехаясь критнее, чем обычно. У меня есть способ позаботиться об этом так, что ты даже не мечтал. Словно ж, уже все сделано. Правда? Хорошо, сейчас уже должно быть готово. Голосаи был полон нетерпения. Она поднялась из ванны, и ее голое тело блестело в потоках воды. Пойдем, Фоминори, я хочу показать тебе кое-что. Закрой глаза и не подглядывай, пока я не разрешу. Ладно? Ммм, ладно. У меня не было ни малейшей догадки о том, что происходит, но я сделал так, как сказала Сая. Она взяла меня за руку и повела вверх по лестнице. Значит, сюрприз, который она приготовила, был на втором этаже. Пока я размышлял над тем, чтобы это могло быть, звук плача, идущий сверху, заставил меня насторожиться. Сая, там что-то... Не подглядывать! Она сделала мне замечание, а затем снова потянула меня за руку. Не волнуйся, это не опасно. Ммм, хорошо. Голос становился все громче, пока Сая вела меня по лестнице. Четкий звук человеческого плача доносился со стороны спальни, говоря мне о том, что Сая впустила кого-то в наш дом. Сначала меня поразило, как легко она к этому отнеслась, после того, что произошло два дня назад, но вскоре я понял, что здесь что-то не так. Я слышу чей-то отчаянный плач, но разве я могу слышать чей-то голос так же чисто, как Сая? Хотя мои глаза все еще закрыты. Когда Сая привела меня в спальню, я понял, что передо мной кто-то стонет и дрожит. Однако я не ощущал мерзкого запаха людских тел, от которых меня обычно выворачивает. Хорошо. Пора встретиться лицом к лицу. Открой глаза, Фуминори. И я послушно открываю глаза, и замирает увиденного. Сука-байо лежала на полу в позе эмбриона, без малейшего куска ткани, закрывающего ее дрожащее тело. Стоило мне взглянуть на ее голую грудь, я сразу оценила ее богатые пропорции, гораздо более оформившиеся, чем я мог ожидать от ее обычной чистой невинной внешности. Стоп! Забудем об этом. Почему она голая в моей спальне? Более того, почему она... Ну, Фуминори, как она тебе? Она красивая, но почему я могу... Это бессмыслится. То, что эта голая женщина передо мной, была цукаба ее, которую я знала, даже не вставала под вопрос. Она не была той отвратительной тварью, чего внимания я находила таким невыносимым после инцидента. Мои органы и чувства познавали ее как нормального человека, кем она и являлась. Знаешь, ты ей нравишься. Я знал, хотя я никогда не рассказывала Сае, как она узнала. Так что я решила превратить ее дело в то, что тебе больше понравится. Сае остановилась, чтобы оценить мою реакцию, затем продолжила удовлетворительно кивнув. Я сделала ее такой же, как я. Что? Как? Я все еще не понимал, что заставила Сае выбрать ее. Но еще больше я не мог понять того, что она только что сказала. Она изменила тело ее? Ты забыл, что я говорила тебе в тот день? У меня есть способности изменять тела других живых существ. Да, я помнила это. Она говорила, что сделала что-то с мозгом Сузуми. Я не сомневался в ее искренности, но я не видел, что именно она сделала Сузуми своими глазами. Кажется, до этого момента я думала, что она немного преувеличивала. Но теперь, видя ее вот так... В этот раз это была большая работа, а не так маленький эффект на мужчине из соседнего дома. Но так мои способности должны использоваться изначально. Хотя это мой первый раз. Это правда, Йо? Это должен быть странный вопрос, учитывая то, что она выглядела точно как Йо. Но мне лучше всех известно, что она не должна выглядеть так для меня. Ее наконец заметило мое присутствие и повернуло голову в мою сторону. Я видел слабый блеск в ее стеклянно глядящих в пустоту глазах, тот блеск, с которым Йо обычно смотрела на меня. Как я могу его забыть? Это гораздо больше, чем просто косметическая операция. Уродливое существо, в котором раньше невозможно было различить человека, стало Йо идеальным образцом человеческой женственности. Между тем, чем она была, и тем, чем она стала, невозможно найти сходство. Это означало, что Йо теперь нечто даже отдаленно не напоминающее человека. Хотя бы он догадывается. Согласно Сае, она стала тем, чем является Сае. Никто на этой планете не знает больше об анатомии хомо-сапиенса, чем я, заявила Сае. Ее голос был наполнен гордостью за свое первое создание. В конце концов, я много училась этому. Училась? Как ты научилась такому? Кто научил тебя где, когда? Она не могла научиться этому от профессора Угая. Ни один учитель на Земле не способен научить Сае подобным вещам. Это за гранью человеческих возможностей. Да ладно? Ты забыл, что ты делала со мной каждую ночь? Сае покраснела от смущения. Это как план человеческого тела. Я могу расшифровать его, а затем использовать на свое усмотрение. Что же она на самом деле? Я уже признал, что она не человек, но за этим стоит нечто гораздо большее. Сае выходит далеко за рамки моих знаний. Так как это был мой первый раз, то все сложилось не совсем удачно. Когда Сае подошла к ней, ее в ужасе дергалась и попыталась отползти, но она с трудом могла стоять на руках и ногах, словно она не знала, как пользоваться своим новым телом. И единственные звуки, которые выходили из-за ее рта, были с тонами испуга. Она не может разговаривать? Угу. Сае вздохнула, качая головой в раскаянии. К сожалению, кажется, ее разум разрушится. Изменения заняли целых 20 часов. Мне немного жалко ее, должно быть, она сильно страдала. Ее с надеждой смотрело на меня, словно умоляя спасти ее, хотя она не просила моей помощи и даже не могла произнести мое имя. Итак, спросила Сае, ее глаза светились в ожидании. Она тебе нравится? Я не знаю, что ответить. Что ты имеешь в виду? Ты говорила, что хочешь семью и друзей, поэтому я сделала этот подарок для тебя? Ее невинное объяснение еще больше оставило меня в тупик. Подарок? Погоди, она ведь не щенок какой-нибудь. Разница невелика, в любом случае у нее в голове абсолютно пусто. Я рад, что Сае стремилась угодить мне, но она могла бы использовать немного здравого смысла. я не об этом. Держать человека в плену скорее всего гораздо сложнее, чем ты думаешь. Не волнуйся об этом. Смотри, я посадила ее на цепь. Единственной вещью, которая была на теле ее, был кожаный ошейник вокруг ее шеи. Я не имел понятия, где Сае могла достать его, но он напоминал обычный собачий ошейник, который можно достать в любом магазине. К нему была привязана хромированная цепь, другой конец которой был закреплен на одной из ножек кровати. Ее снова попыталась убраться в сторону, но Сае рывком цепи послала ее на пол. Ее неуклюже упала на пол, взвизгивая от боли. В ее действиях четко винились животные повадки, как говорила Сае. Кроме того, она все равно не сможет сделать ничего опасного, например, сбежать или позвать на помощь. Видишь, здесь не о чем волноваться. Сае в чем-то была права. Я мучился, пытаясь придумать план для убийства Цукаба ее, но теперь проблема была решена, да и так как я даже и не мечтал. Если нормальный человек взглянет на нее, он скорее всего не увидит и часть этой старой ее. А раз у нее не осталось памяти и она не может разговаривать это это совершенно. Сае убил ее, не отнимая у нее жизни. Однако оставалась еще одна проблема касательно того, что Са имела в виду перед передачей ее «Ты не рад?» спросила Сае подавленно. Ее восторг пропал, словно его и не было. «Я снова ошиблась? Это проблема для тебя?» «Нет». «Я буду заботиться о ней самой и не позволю ей мешать тебе, так можно она останется?» «Нет, отвергать этот символ Саиной привязанности была бы последней вещью, которую я хотела бы сделать. Как объяснить Сае, почему я не могу смотреть на голую женщину, валяющуюся на полу?» «Я не об этом. Ее было первым человеком после Саи, которую я увидел за три последних месяца. И она женщина, женщина, положительно светящаяся женственной красотой. Конечно, я счастлив, но я не мог игнорировать голос рассудка, который говорил мне, что я не должен быть счастлив. Я рад, правда, но если я покажу, как я рад, я боюсь, ты... Э? Саи выглядела озадаченной, словно у нее не было ни малейшей идеи, о чем я говорил. Я имею в виду, смотри, она ведь девушка, так? Ты не против того, чтобы я жил с еще одной девушкой? После короткой паузы Саи наконец поняла то, что я пытался сказать. Конечно, нет, ты слишком много выдумываешь. Возможно, я слишком волновался, но я был уверен, что я думаю, так, как думал бы любой мужчина, который поклялся в любви женщине. Или, возможно, Саи не понимает, что мужчина, видящий голое женское тело, не может стоять в стороне, не обращая внимания, независимо от его чувств. Забавно. ты действительно добрый, Фуминори. Да. Я сделала это так, чтобы она могла удовлетворять тебя. Если она тебе нравится и тебе понравится проводить с ней время, то я тоже буду счастлива. Тебе не стоит стесняться. Я не люблю говорить это, но я колебался в поисках подходящих слов, чтобы описать свои чувства. мужчины, они ну очень развращенные создания, и я имею ввиду, тело ее отличается от твоего, и у него есть определенные достоинства, верно? Так что, хоть это и совсем отличается от моей любви к тебе, я не могу сдерживаться от возбуждения. С каждым словом, что ее выталкивало из своих губ, Сая выглядела все более и более веселой, пока наконец не началась трястись от смеха. Сая воскликнула весело, гладя одной рукой мое плечо, а другой вытирая слезы после смеха. Нет смысла стесняться своих мужских инстинктов. Если ты действительно так волнуешься, давай я буду играть вместе с вами, мы сможем наслаждаться все вместе так, как могли вдвоем, ладно? Ты точно уверена? Я спросил еще раз, словно пытался заставить ее сказать нет. Сая ответила мне с улыбкой, которую никогда раньше не видела. Она спокойная, ужасающе спокойная, и в ней есть что-то околдовывающее в этих мягких губах, что делало ее полностью отличающейся от ее обычной светлой детской улыбки. Ты не любовники, а цепа в ее улыбкой. Наши окрюшки. Они будут вспоминать лишь, когда мы захотим поиграть, каждый день, начиная с сегодняшнего. Я наконец понял, почему Сая выбрала ее. Яд в ее голосе и эту улыбку не ускользнули от меня. Хотя ее и не могла говорить. Если ее спросить, она определенно захотела бы скорее умереть, чем встретить такой конец. Я не сомневался, что то, что она испытывала сейчас, это судьба хуже смерти. Главная причина, по которой Сая сделала это с ней. Насколько же зла и ужасна Сая. Возможно, другие боялись и ненавидели бы ее. Для меня же, однако, ее злорастство было невероятно очаровательно. Шокирующая жестокость того, как она обошлась ее, была так человечна. Возможно, ее внешний вид расходился с нашим, но у нее была схожая душа. Когда я смотрел на жалкое тело ее, я чувствовал силу и страсть любви Саи ко мне. Огонь, поглотивший ее, был зажжен этой любовью. Я с энтузиазмом принял подарок. Саи, тебе ведь тоже она нравится. Угу. Она очень красивая и приятная на ощупь. Ты тоже будешь наслаждаться играя с ней. Значит, мне не нужно сдерживаться. Конечно! Счастливо улыбаясь, Саи взяла цепь и подтащила ее к своим ногам. Друзья мои, я думаю, ни для кого не секрет, что я пропустила некоторый момент в данной визуальной новелле, который не нес никакой смысловой нагрузки, но в то же самое время и являлся довольно-таки важной хентайной составляющей. В любом случае, настолько извращенные сексуальные, точнее, половые контакты показывать я не очень хотела. В любом случае, если вас это интересует, данную визуальную новеллу найти на просторах интернета не так уж и сложно. В любом случае, суть остается сутью. Ее стало сексуальной игрушкой для Фуминори Исаи. И несчастная женщина, она в принципе-то раньше умом не обладала, а сейчас он у нее вообще априори отсутствует. Поэтому единственное, что она может, это удовлетворять своим влагалищем Фуминори. Как это не печально. Продолжим. Лежа на кровати и сушеной, я думал о том, какой моя жизнь станет теперь. Цая спала у меня в руках. Ее спала, свернувшись на полу. Вчера я даже представить не мог, что мы втроем станем семьей. Новый дом, новая еда, новая семья. Цая дала мне все это. Чтобы смягчить мое отчаяние, она самоотвержена, отвела меня от края пропасти, чтобы я смог найти новую радость в жизни. И сам я тоже изменился. Я убил двух людей, которые мне мешали. Я сделал третью своей безмозглой рабыней, и, несмотря на это, я все еще могу спокойно спать. Я определенно уже не тот Сакисако Фуминори, которым я когда-то был. Как далеко зайдет Цая? Кем я стану? Я чувствовал себя неуверенно, но нетрусливо. Я не знал, чего ожидать от мира, в который мы направляемся. Пока я играл с волосами Сая, я произнес «Сая, что же это такое?» Я не ожидал ответа, и если бы Сая спала или не хотела отвечать, я бы не расстроился. Однако Сая повернулась ко мне, и мой взгляд утонул в ее глазах. «Это довольно сложно объяснить». Она какое-то время раздумывала, ища подходящие слова, затем просто сказала. «Ты знаешь об дуванчиках? Тех, которые рассеивают свои семена по ветру?» «Ну?» «Ветер уносит эти семена очень далеко от того места, где они родились. Что будет, если одно из них занесет пустыню, где рядом нет ни малейшей травинки?» «Если ты понимаешь, как одиноко себя почувствует эта семечка, тогда ты сможешь понять меня». Пока я размышлял над ее ответом, Сая продолжила свою историю. «Семечка? Это ребенок растения. Если оно очень хорошо постарается, то сможет превратить всю пустыню. Цветущий сад? Возможно, эта маленькая семечка будет пытаться изо всех сил, возможно, оно решит вырасти и размножиться так, что превратит всю пустыню в поле одуванчиков. Как ты думаешь, что может дать семечку одуванчика силу для этого? Что? Сая мягко улыбнулась и погладила меня по щеке. Все, что ему нужно, это быть любимым всего лишь одним человеком из всей пустыни. Все, что нужно, это говорить ему о том, как красиво одуванчики. Нежные прикосновения ее изящных пальцев наполнили меня спокойствием и радостью. Я люблю тебя. Я прижал ее к груди, молча кивая. Со мной всегда не бросай меня. Разумеется. греясь в мягком тепле друг друга, мы погрузились в бездну сна. Ну что же, вспомним о славном Кодзе. Он был похоронен заживо. Для него весь мир был тих и холоден, как могила. С тех пор, как его голос охрип, и он потерял силы кричать, ни одна связная мысль не приходила в голову Кодзе. Возможно, его мозг просто милосердно отключился. Забыв о том, кто он и почему застрял в этом темном колодце, он мог игнорировать леденящий мороз, который постепенно высасывал из него жизнь. Кстати, маленькая такая сноска лично от меня сейчас начинается все самое интересное лично для меня в данной новелле. И вместо этого он грезен. Картинки мелькали перед его глазами, случайные и бессвязные сцены из его 20 лет жизни. Не все из них были веселыми, были и грустные, болезненные воспоминания, но даже они жаливались над ним и казались ему загревающими по сравнению со смертью, которая ждала его. Он мечтал о горах. Старший брат брал его с собой охотиться на насекомых, когда он был еще ребенком. Они клали бабочек, которые не помещались в их садок, пластиковый пакет, и позже находили бабочек. Он видел свою любимую. Они встретились на дискотеке, где он был единственным, кто понял, что она не сможет удержать содержимое желудком внутри. После того, как она перепела, он нашел ее на улице, когда ее уже тошнило в глухом переулке. Они угостили друг друга соком из автомата, а затем ему казалось, что он погружается в темные пучины ночного моря. Когда он достиг дна, он посмотрел наверх и увидел сияние луны сквозь поверхность воды. Пока он глядел на круг света, манящий своей округлостью, он услышал отдаленные звуки машины. Остатки сознания говорили ему, что в этом видении что-то не так. Разве я нырял луны океан прошлой ночью. Точки начали соединяться в его голове, создав барьеры, разделившие мечты с реальностью. Что меня беспокоит, конечно же, машина. Он мог слышать доносящийся из 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 тьфу, издалека звук мотора. В это время шум окончательно стих до слабого жужжания. После наступила полная тишина, а затем последовал звук открывающейся и закрывающейся двери. Это звучало словно кто-то приехал и вышел из машины. Это был не сон. Звуки были настоящими. Ну и на данном моменте я думаю мы с вами скажем стоп и продолжим в следующей серии. Большое вам всем спасибо за прослушивание, большое спасибо за просмотр. Извините, если я где-то запинаюсь, да, такое случается и достаточно сложно записывать два часа ночи, но это единственное время, которое я могу уделить каналу. Ладно, в любом случае я читала как могла и даже как-то хочется узнать, что будет дальше. Точнее, я знаю, что будет дальше, хочется почитать, что будет дальше. Ох, ребята, дальше начнется все самое интересное. опять же скажу большое спасибо, всем хорошего времени суток, будь то ночь, утро, или вечер, или день, да, с вами была Сина, всем пока-пока. субтитры, 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 субтитры.